Девушки отдыхают От тебя и от того, что он ест Ну ты же знаешь, как Славочка ко мне относится Он уже не раз об этом говорил Вот, поэтому да, я ему угодила С этим блюдом Соус и слив, да еще и пряный, это же прелесть Он пряный, нежный В меру очень, знаешь, как бы Он не насыщенный, но он сладкий Вкус и аромат имеет А с чем его можно подавать? Можно подавать с драниками Но только индийскими Да ладно? А у них тоже есть драники? Индийские драники Это блюдо называется пудлы Пудлы с соусом чатни Понимаете, как в Индии прямо Да, да, да Мы начнем с приготовления соуса Я для этого возьму сливочное масло Да, потому что в индийской кухне сливочное масло Или топленое сливочное масло Это ингредиент практически каждого блюда Для соуса нам понадобится 400 грамм слив 50 грамм масла Имбирь, семена аниса Гвоздейка, перец, куркума и сахар Итак, приступим Ставим, Надюш, на средний огонь Нашу сковороду Она разогревается Добавляем туда масло Мы его должны сейчас с тобой растопить Слушай, ну это удивительно Как в вашей семье появился Такой совершенно индийский рецепт? Слава бывала во многих странах А также был в Индии После чего он говорит Ты бы не хотела бы попробовать индийское блюдо Давай я тебя свожу в ресторан Ты попробуешь, насколько это вкусно Но ему очень понравилась индийская кухня Мы пошли с ним вместе в ресторан Нам принесли блюдо Которое для нас вообще абсолютно было незнакомо Потому что Слава тоже, он говорит Там я такое не дегустировал Нам оно очень понравилось Потому что сладкий вкус, да И в то же время Есть какая-то такая горчинка вроде бы слегка Вот, ну ты уже увидишь Это будет в драниках Для меня это было изысканное блюдо И поэтому я говорю, Славочка Давай пойду к повару И спрошу, узнаю секрет Смелая девочка Он говорит, Марина, никто тебе его не раскроет Ну я подхожу к нему и говорю, что так и так Я бы хотела бы узнать Потому что нам очень понравилось это блюдо На что он мне отвечает Девушка, вы что, смешна? Говорит, кто раскрывает секреты? Я ему говорю, что давайте пройдем в зал Я вас кое с кем познакомлю Когда он увидел Славу, естественно, он его узнал И он говорит, боже мой, я такой ярый болельщик бокса Я так вас люблю и я так вас поддерживаю Говорит, что я могу для вас сделать? Слава говорит, давайте вы мне скажете рецепт А я вам взамен дам автограф Вот так вот у нас завязался разговор Он рассказал, что это за блюдо Он говорит, конечно, больше не выпытывайте Потому что это моя тайна Иначе меня уволят с работы Вот, и научил он нас готовить это блюдо Да, теперь я его с удовольствием готовлю для Славочки Итак, наше, смотри, масло растопилось Так Чтобы специи отдавали лучше свой аромат и вкус Мы должны с тобой отправлять специи в определенном порядке Для начала мы отправляем наш анис Мы возьмем его, ну, штучки три Несколько тоже гвоздики бросим И ты понимаешь, тут нужна последовательность Правильная последовательность Сейчас мы начнем добавлять с тобой имбирь Ой, уже начинают ароматы распространяться, конечно Ты видишь, как? Да Вкусно Значит, мы добавляем имбирь Чайная ложка Это сушеный имбирь, а если свежий, можно корень использовать? Лучше все-таки в сушеном виде Или перетереть, чтобы он не пригорел Так, затем мы куркуму добавляем Чайная ложка И можем, в принципе, сразу добавить туда перец Это сладкий, да? Паприка Да, красный Смотри, видишь, уже начинают появляться пузырьки И будем добавлять самый главный ингредиент этого соуса Сливы? Сливы Их нужно промыть, разрезать напополам, достать косточку и добавлять сюда Какие ты сливы выбираешь для этого соуса? Более кислые или, наоборот, может быть, сладкие? На любителя Ну, я люблю больше сладкие сливы Я вообще сладкоежка Ну, это полезная сладость А ты намеренно вот так вниз срезом укладываешь сливы Это важно, да? Я мякотью выкладываю, так она будет лучше отдавать свой сок Они будут томиться буквально пять минут Ты слышишь, как пахнет вкусно? Да, аромат необыкновенный Ты говорила, что Слава много путешествует Сейчас уже вы вместе больше ездите Но, а тогда тебе приходилось мириться с долгой разлукой Как ты это переживала? Да, Надюш, это было сложно, конечно Ты знаешь, вот настолько как-то постоянно мы в разлуке находились Потому что в то время говорили, что жены, они не способствуют тому, чтобы спортсмен хорошо выступал А почему-то препятствует Хотя в нашем случае это было абсолютно наоборот Я когда со Славой рядом, я контролирую его питание Полностью всем занимаюсь то, что ему необходимо, понимаешь как? Создаешь условия благоприятные Создаю все условия, да Но уже когда Слава перешел в профессиональный бокс, естественно, все Я со Славой была везде, куда бы он ни ехал, куда бы он ни мчался Знаешь, как эта жена передовик, куда Слава, туда и я Ну а вот во время разлук, одиночества, ты сама Ты грустила или находила себе интересные занятия всегда в пользу и время? Всегда находила занятия Во-первых, я училась в университете, да Я преподавала параллельно свои тренировки Поэтому как бы особо грустить мне не удавалось Ну естественно, что, конечно, без Славы это все очень сложно, тяжело Потому что настолько как-то у нас такие отношения, что, честно говоря, вот это какая-то ненормальная, наверное, зависимость друг от друга Не знаю, с чем это связано, но вот у нас именно так То есть мы не надоедаем друг другу Но если есть такая вот зависимость и очень крепкая связь То когда любимые на расстоянии, могут возникать разные мысли Я-то тут вот занята, университет, тренировки, а он там тоже занят А вокруг эти хищные, симпатичные девушки Как тебе вообще с ревностью удалось справиться? Не может быть, чтобы этого не было Дело в том, что мы когда познакомились, мне было 17 лет, Славе было 18 Ты же понимаешь, это такой возраст, ну все горячие Ревновало, честно, было такое Но, ты знаешь, меня научил мой отец все-таки вот этой мудрости Я когда была маленькая, у меня папа психолог И он говорит, вот почему женщина допускает такие ошибки Он немножко иногда не понимал, зачем мама там иногда ревнует Хотя, говорит, вроде бы я не подаю повода И он говорит, ты показываешь неуверенность в себе Глупая женщина, когда она это делает Она наоборот должна мужчину заинтриговать, да Вот не показать, не выказать свою эмоцию Для того, чтобы он задумался, а почему она так реагирует И отец сказал, что ревность это самая страшная штука Она разрушает отношения Вот, и я поняла, что скорее всего надо быть где-то мудрее, где-то умнее Где-то, знаешь, чуть-чуть как бы погасить свой пыл Потому что у меня такой был довольно взрывной характер Это я сейчас более мягкая стала, наверное, в силу того, что повзрослела Я все время как бы стараюсь себя поддерживать в форме Стараюсь что-то узнавать новое-новое И для слабы быть всегда интересной Надюш, дальше нам нужно в сотейник добавить 4 столовые ложки воды Комнатной температуры для приготовления соуса Для того, чтобы наши сливы могли протушиться Выливаем все сюда Включаем посильнее огонь И добавляем в сахар Сколько нам его нужно? 4 столовые ложки Конечно, сливы содержат достаточно большое количество пектина Который будет таким естественным, природным загустителем для нашего соуса Так, сейчас мы наш соус на 10 минут оставляем кипеть Но не забываем о том, что нам нужно его помешивать периодически А пока мы с тобой займемся пудлами, будем их готовить Они выходят у нас нежирные из-за гороховой муки Ух ты! Которую мы сейчас с тобой измельчим в твоей машине Есть специальная насадка у нашей кухонной машины Благодаря которой мы с легкостью из обычного сухого гороха, купленного в магазине Получим прекрасного качества гороховую муку Мы можем регулировать степень измельчения продукта И поэтому получим нужную нам консистенцию гороховой муки Итак, здесь полтора стакана гороха Добавляем сюда в нашу машину Итак, мы перемололи Высыпаем нашу муку сюда Итак, смотри, Надюш, что мне нужно? Мне нужно, чтобы ты помогла разделать овощи На крупную, да? Да, национально крупно Так, тем временем я пока добавляю 2 столовые ложки муки Гороховая мука – это национальное блюдо Ну как, ингредиент для приготовления индийских блюд И для этого мы ее и используем Кабачок чистить? Кабачок нужно разрезать напополам Да, естественно, почистить кожуру Половину кабачка возьмем, да? Да, мы возьмем половинку кабачка И тоже натираем на крупную терку Дальше мы добавляем имбирь Четверть чайной ложки Затем мы добавляем перец чили Половинку Потом куркуму А мне скажи, что делать с баклажаном? Баклажан тоже, Наденька, напополам И так же очистить, и так же натереть И куркума Кари Кориандр Пол чайной ложечки Боже, как много специй Ну, индийская кухня, что же делать? Да, конечно, пол чайной ложки тмина И сейчас мы еще добавим два зубчика чеснока Выдавливаем чеснок Так, и остается еще перец чили тут среди овощей Его тоже на терку? А мы его нарезаем кружочками У кого нет свежего перца, можно добавить осушеный Прям целую перчинку? Нет, половинку Будет очень острым Я тебе дала, извини, самую такую черную работу Мне нравится работать с овощами Спасибо тебе большое Почувствуйте, как в Индии Можно я тебя тогда еще попрошу, чтобы ты Кинзу Кинзу, да, мне порезала Но тоже ее мелко, если можно А это я отправляю в нашу муку Кинзу отправляем сюда же И добавим соль по вкусу Замешиваем тесто Ты слышишь этот аромат? Да Ммм, очень вкусно Нужно, чтобы это как тесто было, да? Ты понимаешь, должна быть такая консистенция, как сметана Густая Поэтому для этого я добавлю еще немного воды Еще раз перемешиваем Сейчас приступим к готовке И сейчас мы будем с тобой обжаривать Сколько нужно наливать масла растительного, чтобы обжаривать пудлы? Я думаю, что три столовые ложки будет достаточно Мы взяли сковороду с толстым дном Для того, чтобы она хорошо сохраняла температуру Она будет достаточно долго нагреваться А мы быстренько выпьем по чашке кофе Угощайся, пожалуйста Спасибо тебе за вкусный кофе, Надюш Как приятно в хорошей компании за чашкой ароматного кофе Узнать рецепт нового экзотического блюда Нескафе Классик Все начинается с Нескафе А с соусом мы что-то еще будем делать? Нет, Надюш, вот наш соус, соответственно, и готов То есть прям сливки сохранили свою форму И мы будем кушать соус со сливами Это же красиво, ароматно, вкусно Итак, делаем наши привычные драники Вот вам, пожалуйста, еще один новый рецепт драников Это любимое блюдо во многих семьях Украины А теперь можно, оказывается, добавить туда и кабачки, и баклажаны И гороховую муку Точно, гороховая мука, которую мы довольно редко употребляем И совершенно зря И плюс такое количество специй Ну вот теперь, пока пудлы жарятся, мы можем еще поговорить И об отдыхе, и о развлечениях К счастью, вам теперь удается вместе Бывать в тех местах, которые вам нравятся Где вы мечтали, может быть, когда-то отдохнуть Вы в путешествие с собой берете детей? Обязательно, Надюш Конечно, сейчас далеко путешествовать нет возможности По той причине, потому что оливочка у нас еще очень маленькая Но если мы едем, мы едем где-нибудь так, чтобы это было Ну, занимало хотя бы часа четыре перелета В дороге, да? В дороге, потому что сложно Она еще малышка, и немножко сложновато ей переносить длительный путь Но мы с удовольствием путешествуем вместе И без деток абсолютно нет отдыха Мы без них никуда просто не ездим Они даже практически на работе везде с нами Идем, собираем грибы Играем в боулинг Роберт очень любит играть в боулинг Уже и Оливия научилась немножко У нее, конечно, неуклюже получается Но получается Вот, еще детки наши любят ходить в бассейн, в аквапарк Мы с ними вместе тоже ходим Так, Надюш, нужно, чтобы они Хотя бы пару минут с одной стороны поджарились Для того, чтобы, знаешь, корочка такая была слегка хрустящая Хрустящая Видишь, они подрумялись И с этой стороны пару минут нужно, чтобы они подрумянились Так, мы снимаем их Выкладываем на наше блюдо Ты слышишь, какой аромат? Да, и аромат И они очень красивые И чувствуется, что у них есть такая хрустящая корочка При этом они не слишком жирные Это тоже очень важно И будем поливать Наши пудлы мы должны сбрызнуть лимоном в самом конце И будем дегустировать А я пока напомню, как мы готовили эти блюда Для сливового соуса чатни возьмите сливы Сливочное масло, имбирь, анис, острый перец, гвоздику, куркуму, воду, сахар Сливы промыть и удалить косточки Нагреть топленое масло, добавить анис и гвоздику Потом имбирь, куркуму, корицу, перец и затем сливы Постоянно помешивая, уваривать соус, пока сливы не подрумянятся Затем добавить воду, варить около 15 минут, помешивая Добавить сахар, немного увеличить огонь и варить до загустения Для индийских овощных драников пудла Возьмите горох, пшеничную муку, баклажан, кабачок, картофель, имбирь, перец чили, чеснок, растительное масло, кориандр, карри, тмин, куркуму, кинзу, лимонный сок и соль Горох измельчить в муку, смешать специи и перемешать с пшеничной мукой Овощи натереть на крупной терке, смешать с мукой Подливая по необходимости воду, вымесить до консистенции густой сметаны Добавить к смеси соль и кинзу Жарить лепешки на растительном масле с двух сторон до румяного цвета Готовые лепешки сбрызнуть соком лимона Подавать с соусом чатни Как у нас красиво и ароматно! Я прямо полью лепешечку и сливу положу Хочу, чтобы тебе понравились очень Я уверена, что мне понравится Я очень люблю овощные блюда А этот соус просто необыкновенный Изумительно Овощные лепешки не жирные, как ты и обещала Но ощущается, что они сытные и очень вкусные Овощи так хорошо сочетаются с гороховой мукой Кто бы мог подумать? Все так просто и изысканно получилось А соус великолепный Спасибо тебе огромное! Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями А еще подписывайся на наш канал И ты узнаешь обо всем первым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!